Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в StarStayble Online. Посмотрим, какое уже не первый раз задание, связанное с конкуром, нам добавили, а также то, что нас ждёт в ближайшее обновление. Так что, седлайте своих коней и... поехали! Первым делом... да, я вижу человека, я хочу добавить в клуб. Сейчас активно набираем людей в клуб, спасибо руководителю Люцу моему, он рекламу в ВК распространяет, и к нам уже за сегодняшний день добавилось 3 человека. Это, ого, как хорошее начало, и если такими темпами найдёт, мы наберём достаточное количество людей. Ну, я думаю, до 50 всё равно не дойдём, но хотя бы десяток набрать уже будет очень-очень приятно. Также у меня на канале уже 496 подписчиков, ребят, вы бы знали, как я жду 500. Так, ну давайте же пройдём задание. Интересуешься конкуром? Тогда тебе повезло. Это было задание ещё в прошлом, по-моему, году, тоже Линда устраивала летом соревнования по конкуру здесь, в Морвенде. Мы с Метеором постоянно участвуем в соревнованиях по конкуру на юрике, это отличный способ стать увереннее и повысить своё мастерство еховой езды. Если ты хочешь попробовать свои силы в конкуре, у нас есть маршрут, организованный с моей помощью и соответствующим правилам этого вида спорта. Хоть мы и не будем ставить тебе оценки, но это даст тебе представление о профессиональном конкуре. Наслаждайся демонстрацией, если до этого тебе не интересовал конкур, то, возможно, теперь он станет твоим новым увлечением. Дыхалки не хватило. Так, давайте посмотрим демонстрационную езду для конкура. В этот раз, кстати, нам добавили новые препятствия, как написали в обновлении. Я, если честно, не помню, какие были в прошлом году, но в этом году вот они другие поставили, я прям вижу по ощущениям. В прошлом году это, по-моему, были то ли белокрасные, ой, что такое, белокрасные или белоклубые. Ай! Господа, технику нельзя ставить в зад... Да что я так сильно лагаю? У нас же ничего не включено, ни фоник, кроме браута. В общем, у нас добавилась на некоторое время очередная гонка по конкуру, и жалко, что данные препятствия, опять же, нельзя ставить на постоянку, как препятствие, которое здесь, в этом загоне, теперь всегда, можно сказать. Что такое? Что ты хочешь? Минучку. На этом обновление и всё. А вот на следующей неделе нас ждёт поездка по маршруту Красной Нити с друзьями. Но, знаете, мне это не столь интересно, сколько интересно то, что будет уже почти как через месяц. После поездки Красной Нити, если я правильно помню, нам должны добавить, ну да, магических фризов драконов. После Красной Нити. А после этих драконов, ребята, будет обновление Манежа. Если честно, я уже жду спойлеров на Ютубе. Очень хочу посмотреть заранее, как это будет выглядеть. Но, говорю сразу, вы можете посмотреть в интернете, на аккаунте, в инстаграме Star Stable, как выглядит новая раскраска Манежа. Если честно, сочетание белого и красного мне вообще не нравится, но я вижу гигантские окна, вижу, что там поменялось размеры некоторые поменялись очень так прилично. И я, кстати, у меня есть такая мечта, чтобы в новом Манеже были амуничники, где мы можем одевать амуницию на лошадей. Это было бы нереально удобно. Ты приезжаешь, у тебя всегда под рукой твой гардероб, где ты можешь просто переодеть амуницию. Так что, на этом обновление закончилось. Ничего особенного не интересного, просто добавление повторенной тренировки по конкуру. Ну и, по сути, в следующей неделе тоже будет добавление уже известной нам поездкой по Красной Нити. А если вы не знаете, то скоро узнаете. Можно наслаждаться в этой игрушке мероприятиями, когда вы новый человек, всегда приятно. Но если вы это видите уже почти каждый год, это уже начинает не так сильно радовать. И вы даже уже иногда забываете про то, что у вас произошло обновление. Так что, на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. А я как раз пойду покормить коней.